доброго дамы господа обзор валютного рынка форекс метод опционного анализа перед вами валютная пара евро доллар и у нас начался новый опционный контракт августовский который будет экспирироваться в августе в пятницу после первой среды и давайте чтобы не напрягать излишне мозги я вам покажу сейчас у нас идет июль а контракт у нас августовский потому что будет закрываться в августе в пятницу 7 числа после первой среды месяца всегда идет закрытие опционных контрактов сроком на один месяц текущий июльский контракт у нас закрывался не в пятницу а в четверг так как в пятницу был выходной день сша праздновала день независимости и в этот день у меня есть традиция я пересматриваю одноименный фильм с лилл смитом день независимости как говорится старое доброе кино но давайте покончим с лирикой и поближе к нашим пирогам и так евро доллар что у нас происходит это красная вертикальная линия вот она показывает как раз раздел между старым прошлым контрактом и начавшимся новеньким контрактом и в первый день опционного месяца у нас появился акцион call с экспирацией 20 июля то есть это будет экспирация в понедельник также у нас появился опцион 2 плюс 3 порядка за пределами верхней границы рынка и вот на него я возлагал надежды на то что цена пойдет вниз но видим что у нас сегодня перестроилась верхней границы рынка вверх нижней границы рынка так и осталось снизу на уровне паритета 100 за несколько лет наблюдений я такое наблюдал уже не раз когда граница рынка падала на уровень паритета но таки ни разу туда не добиралась тем не менее на текущий момент я ожидаю продажи вижу продажи давление на рынок по еврику и даже вот открытой сделочки первая вторая сделка все не на продажу перенесены без убыточек у нас хорошо отрабатывался начал отрабатываться со вчерашнего дня вот этот опционный контракт с экспирацией в понедельник ближайшую цель падения я вижу на уровне 1 200 где-то вот здесь здесь видимо исторические у нас идут уровни поддержки тут же у нас и опцион расположен опцион кол который по всей видимости уже вероятно превратился у нас такую поддержку поэтому здесь можно будет посмотреть покупки на это пока на текущий момент здесь я смотрю покупки и непосредственно в момент приближения цены к данному уровню уже будем буду более детально разглядывать ситуацию если взглянуть на как сказать более общую картину то мы что можем видеть у нас появился недельный пациент с экспирацией 24 июля вот он он у нас является по сути пограничным вот это является хорошим местом для поиска именно покупочек на текущий момент цена 1 11 20 можно сказать вот здесь можно искать покупки соответственно можно и тянуть продажи на этот уровень но я вот здесь свои выставил профит и закрытие по профит он на этом уровне то есть если может быть еще здесь и по колбасим а может быть и не по колбасим то вот на этом уровне уже можем точно найти какой-то разворот или либо же вот здесь просто проторговать вниз и здесь уже идти по разворотику так как здесь довольно таки заманчивая ситуация на мой взгляд то есть этот уровень виден отчетливо всем и на него будут возлагать надежды именно на покупку на хотя только что говорил поэтому чтобы данных покупателей вытряхнуть с рынка их будут стоп лосить куда стоп лосить за пределы вот этот ближайший уровень поддержки да вот за эти локальные минимумы будут выставлять стоп лосса соответственно их здесь будут вытряхивать и набирать ликвидность примерно такая логика данные сделочки были открыты фиба ботом которому нужно лишь адекватно согласно правилам стянуть сеточку фибоначчи определенным образом настроены и в дальнейшем бот сам будет все эти сделочки открывать сопровождать первыми переносить без убытых профит часть денег закрывать и так далее и до этой неделе скорее всего наберусь наберусь силы воли а не того чтобы уже наверное успели подумать и запишу видео о том как этим фиба ботом отрабатывать опционные уровни по каким правилам видео будет в свободном доступе как и впрочем прошлые уроки по фиба сетки как с помощью фиба начи фиба сетки отрабатывать вот эти опционные зоны зоны с вероятностью 95 процентов имеют из зоны 95 процентов области 95 процентные так что переходите по ссылочке либо в группу telegram участие бесплатное либо подписывайтесь на мой youtube канал что можно посоветовать в текущий момент но в текущий момент мы можем видеть еще не завершившуюся до фигуру голова плечи здесь если будет нарисовывать вырисовываться второе плечо затем ты пойдет дальнейшее пробитие то может быть на откатике можно где-то и будет и поискать продажи на посмотреть в интернете как эти фигуры отрабатываются и и вот соответственно поискать дальнейшие продажи с целью на 1.12 как минимум данный на 1.1160 куда-нибудь сюда на 1.1168 но также может быть и вполне себе вариант что цена на может пример сегодня уйти куда-то вот на этот уровень откуда-то вот сюда уйти и здесь также можно будет поискать продаж потому что если мы здесь растянем стандартную фибоначку вот по этим уровнем то скорее всего вот здесь как раз будет находиться уровень либо 23 процента либо 38 процентов с копейками давайте попробуем растянуть фибоначчи другая версия давайте перейдем к версии по умолчанию и посмотрим если мы растянем то что увидим вот примерно да вот как раз 23.6 38.2 вот этот пик находится то есть примерно вот в эти области вот сюда может прийти цена и здесь можно будет поискать продажи это может произойти и сегодня даже скорее всего сегодня это и будет если цена на дом это разворачиваться поэтому по крайней мере я ожидаю на ближайшие дни на ближайшее время продажи которые можно будет поискать с коррекцией идем дальше британский фунт по уровне опционных мало и границы рынка стоят далеко поэтому единственная надежда на опцион области где можно будет искать соответственно продажи здесь можно будет поискать покупки более пока ничего интересного по фунту нет австралийский доллар по австралийскому доллару мы видим цена у нас отбилось это верхней границы рынка поэтому точно так же можем искать продажи с коррекцией то есть мы видим что у нас цена уже подбирается в области 95 процентов здесь можно в краткосрок поискать будет покупочки потом с целью открытия дальнейших продаж максимальное падение где у нас нижняя граница рынка очень далеко находится 0 5 поэтому ожидать туда падение я пока конечно не рискну такого говоришь что цена упадет на 0 5 но краткосрочное движение можно поискать с целью до уровня макс пэй 067 98 далее канадский доллар по канадскому доллару мы видим у нас картина схожа с австралийским долларом здесь более ясная картинка у нас сама доходила до нижней границы рынка нарисовала такое двойное дно сейчас направляется вверх сегодня может быть у нас цена дойдет до области 95 процентов скорректосится и можно будет поискать покупочки с целью среднесрочной цели это у нас видим опцион уровне идут уровень с экспирацией 8 июля и уровень с экспирацией 17 июля недельные опциончики расстояние довольно таки хорошее можно будет присмотреться хорошим покупочкам швейцарский франк как обычно у нас находится в нестандартном открытии открылся за пределами сразу и нижней и верхней границы рынка нижней и верхней границы стоят друг от друга недалеко и ожидания по франку совпадают в принципе с ожиданием по евро доллару коррелирует евро доллар у нас идет на продажу ожидания по франку соответственно идут ожидания на покупку так и находимся за пределами нижней границы рынка что является моделью предстоящего роста цена у нас доходила до скопления вот этих уровней на то сидим до этих раз уровне отрабатывались два вот немного дали глубины собрали ликвидности выскакивают уже здесь у нас была еще и опласть 95 процентов из свежих уровней что мы имеем уровень с экспирации 17 июля тут уже неизвестно дойдем до него или либо не дойдем но тем не менее если цена будет здесь то можно будет присмотреться к покупкам от этого свежего недельного опциона с экспирации 17 июля так как у нас еще является и предпоследним по счету да и пограничный уровень вот он у нас находится на ценовом уровне на текущий момент 92 82 и дальше у нас просто нет никаких ожиданий крупных ожиданий нет поэтому можем вполне рассматривать данный уровень как предпоследний и пограничный хорошие места для поиска покупочек с целями за пределами как минимум нижней границы рынка или вот в этой области либо же вообще можем выскочить за пределы верхней границы рынка и вот у нас хорошая четкая определенная область в районе 99 фигуры где можно будет поискать продажи они же у нас по сути могут являться и пограничными имеется данный уровень который открыт когда-то кем-то давно непонятно уже несколько опционных месяцев с экспирации 6 ноября данный уровень стоит один одинешний такой особнячком поэтому на него пока внимание даже и не обращаем будем смотреть за отработкой вот этой области области как себя здесь будет вести цена поэтому в принципе вот это наверное можно рассматривать как захват ликвидности здесь и по свечному анализу довольно таки хорошая картиночка если посмотрим на более старшие фреймы но нет здесь прям такой очевидный картины захвата ликвидности я не вижу но вижу вот хорошие до предпосылочки на дневных графиках хороший хвост имеем если еще сегодня закроемся тоже с повышением то будет достаточно хорошая моделька вот у нас видеть пин-барчик так называемый который проретестился повторное тестирование по нему прошло и если закрываем все сегодня ростом то может создаться хорошая модель для дальнейшего роста среднесрочная модель получается по сути по у нас выходит здесь модель двойной двойной одно поэтому присматриваемся к франку тоже с прицелом на покупки и японская и японская иена в прошлом опционном месяце очень хорошо у нас отрабатывалась по моему в прошлом обзоре я уже упоминал что что то это было просто замечательная конструкция у нас из опционов недельный опцион 19 июня который не сработал цена до него не дошла но затем видимо кто-то такой же видимо кто-то такой же умненький поставил экспирации 10 июля два контракте к которые видимо по той же самой технологии рассчитывать что цена таких уровней будет отскакивать с расчетом на дальнейший рост и цель по доллар иене я вижу за пределами верхней границы рынка это опцион с экспирации 7 августа 109067 в данный уровень и здесь можно будет поискать продажи дан так как данный опцион у нас является коридорным коридорная конструкция выстроена и по наблюдениям в данной коридорчике очень себя хорошо показывают как именно барьеры которых цена отбивается и видим у нас появился опцион с экспирацией 5 декабря поэтому у нас вполне такая среднесрочная красивая картинка выстраивается здесь его поддержали данный опциончик поддерживается она уходит вверх здесь фиксируем профит на опционе 7 августа и смотрим продажи с среднесрочной целью до 5 декабря ну и смотрим вот здесь если мы успеем до 7 августа прийти на этот барьер то можно в принципе здесь зафиксировать либо часть позиции и его полностью закрыть позицию так как будет какой-то откатик возможно будут еще какие-то появляться опционы которые нам подскажет где можно будет войти позицию вновь чтобы скажем добить до 5 декабря но пока что по текущему раскладу такая картина вырисовывается за более актуально свежей информации пожалуйте в группу телеграм участия бесплатно где выкладываю аналитические обзоры в таком вот в полном доступе в полном формате плюс текстовые обзоры по мере появления каких-то важных акционных уровней поэтому ныряем под это видео там будет ссылочка в группу телеграм а на этом все всем успехов погодного тренда прекрасно всем лета пока